Продолжение следует... Дорогие коллеги, добрый вечер. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь, с нами. Сегодня мы проводим открытую профессиональную дискуссию, организованную в рамках платформы пространственного развития, организации компании Хабидатум, архитектурное бюро Остоженко, Международная академия архитектуры, отделение в Москве, МААМ. Мы благодарим за поддержку наших партнеров, партнеров нашего мероприятия. Это центр дизайна и архитектуры «Артплей» и центр современного искусства «Винзавод». Итак, тема нашей дискуссии — технологическая революция и градостроительство. Каким должен быть новый профессионал-архитектор? И для обсуждения мы предлагаем вам несколько вопросов. Технологическая революция и новая экономика не только меняют привычную среду обитания, но и требуют трансформации пространства для новых деятельностей. Архитектура и градостроительство сегодня находятся на периферии этих процессов. Собственные вопросы. Традиционная профессия на фоне глобальных технологических трансформаций. Обречены ли архитектуры и градостроительство стать старопромышленным лобби? Какова роль архитектора и градостроителя в технологической революции? Каким должен стать новый профессионал? Прежде чем я предоставлю слово тем, кто на этом подиуме, я прошу очень кратко Александр Шарыгин. Тему сегодняшней дискуссии мы сформулировали как некое продолжение того уже разворачивающегося в последние полгода сюжета на наших дискуссиях, который начался летом на Архмоскве, про тему «Россия-2035. Пространство будущего». Потом мы его продолжили на культурном форуме месяц назад, когда говорили о том, как технологии меняют наше пространство, какие вызовы дают перед градостроительством и архитектурой. Но сегодня мы решили поговорить о том, как архитектура и градостроительство могут реагировать на те изменения, которые происходят как со стороны технологической революции, так и в среде обитания человека, которое есть предмет работы архитектора и градостроителя. Основной посыл, который мне бы хотелось сегодня, чтобы мы обсудили, заключается в том, что, на мой взгляд, архитектура и градостроительство, по крайней мере в нашей стране, в последнее время очень отстала от того, какими темпами движется технологическая революция. Если, грубо говоря, в 20 веке архитектор у нас был представителем авангарда, создавал какие-то новые образы будущего, то сегодня у нас с этим делом явный дефицит, и архитектор, собственно, как-то несколько стал представителем консервативной профессии. С другой стороны, мы видим, что, собственно, организации, которые у нас институционально представляют архитекторов, ну и вообще в широком общественном поле, мы слышим в основном архитектора именно как представителя того, что я назвал старопромышленным лобби. Ну, то есть, грубо говоря, человеком, который ратует за то, что вот, ну что там, ваш Сапсан, вот электричество отрубят, так сказать, а вот наш-то паровоз, он в этом плане, так сказать, на угольке и, так сказать, не подведет любой ситуации. Разрыв вот этот, да, между, с одной стороны, изменениями, которые идут у нас в технологической сфере и консерватизмом архитектуры и градостроительства, ну, слово градостроительство мы уже несколько раз вообще обсуждали, да, что оно у нас носит уже, на самом деле, такой табуированный характер. Он, мне кажется, очень катастрофичен уже на нынешнем этапе, потому что 21 век уже, так сказать, одну пятую часть своего времени прошел, а мы, в общем, продолжаем жить в среде, которая создана веком 20-м, и при этом деятельность архитектора и градостроителя тоже живет в основном в шаблонах, которые заложены в предыдущем веке. Вот, ну и, соответственно, мне бы хотелось, чтобы мы как-то синхронизировались с теми процессами, которые идут вовне и как-то нашли место для архитектора в этом во всем. И подумали, каким, собственно, должен стать новый профессионал в этой ситуации. Ну и, собственно, как бы вот об этом, я думаю, что мы и должны поговорить сегодня. Спасибо, прекрасно. Кирилл Борисович, слово вам. Добрый день, коллеги. Я в данном случае, наверное, должен выступить сегодня как футуролог, технологический предприниматель, хотя у меня есть и другая ипостась. 15 лет участвую в совсем иной деятельности в градоцахоронении города Плёс, малого города, то есть и то, и другое нам, в общем, достаточно хорошо известно. Но я хотел бы все-таки здесь сказать про тренды будущего, которые приводят к тому, что, безусловно, то, с чем работают архитекторы, так сказать, вы, уважаемые коллеги, значит, и строители, и градопланировщики, значит, это очень радикально меняется. То есть радикально меняется, и изменения происходят как в изменении форм, материалов, так и в удешевлении технологий. Вот мы с вами столкнулись, как подешевели, условно говоря, допустим, коммуникации смартфоны, да, за те же деньги мы сейчас совершенно имеем иную технику за 30 лет, чем когда-то еще телефон типа Nokia. Значит, то же самое сейчас достаточно быстро, как мы понимаем, произойдет в нескольких областях, связанных с городом. Я их просто перечислю. Ну, 9 позиций скажу, и на этом нам закончу, да. Значит, первое – это свет. Свет станет намного дешевле. Об этом мы совершенно точно, так сказать, видим на сегодняшний момент, куда движется техника и технологии. С ним можно будет делать гораздо более серьезные и многообразные вещи. Второе – это, конечно, композиционные материалы, которые смогут заменить многие традиционные материалы, и бетонные в том числе. Сейчас композиционные материалы успешно меняют пластик, мы с ними работаем в своем бизнесе. Понимаем, что если раньше оборудование, из которых, точнее, с помощью которых мы обрабатывали композиции, стоило 5 миллионов долларов, сейчас оно стоит всего 6-7 миллионов рублей. То есть стало очень дешево обрабатывать, материалы тоже дешевеют. Значит, очень сильно подешевеют аккумуляторы, это третье. Четвертое – очень сильно подешевеют технологии энергосбережения в будущем, технологии передачи электрической энергии. И это тоже надо нам с вами, так сказать, реально понимать. Технологии утилизации – это следующая позиция. Технологии управления движением. Поэтому мы понимаем, что к 40-м годам, например, беспилотность станет нормой. Она не будет нормой за 5-10 лет, она станет нормой потом. Значит, минус, соответственно, парковки в таком количестве, в котором они сейчас есть, минус заправки, они будут везде в среде, да, минус гаражи и так далее, и так далее. Значит, технологии кастомизации, которые вы используете в своей работе, тоже станут намного-намного дешевле. И намного дешевле станут данные, об этом, я думаю, что коллега еще сильно расскажет. Они пройдут путь такой же, какой прошел биткоин, то есть когда-то биткоин был хайпом, и потом он стал рыночным товаром. То же самое произойдет с данными. Сейчас мы считаем, что данные хайп, в будущем мы их соберем достаточно много, достаточно быстро, сможем их очень легко использовать для того, чтобы контролировать любое, так сказать, движение внутри здания, вне здания, в городе и так далее. К чему это приведет? Гораздо большей связанности, безусловно. То есть так же, как мы имеем связанность большую в интернете, то же самое будет происходить оффлайн. По большому счету нужно будет проектировать не просто конкретные здания, нужно будет проектировать связки, как вот здесь, условно говоря, мы с вами находимся в винзаводе. Эти связки, они будут важны гораздо больше, чем они были важны в 19-м или 20-м веке, безусловно. Во-вторых, архитектура, безусловно, станет более человекоцентричным, как весь мир, потому что мы понимаем, что следующий хайп за цифровой экономикой будет, безусловно, антропономика. То есть все ориентировано на человека, на его эмоции, на вкус, на культуру и на здоровье. То есть мы пройдем период хайпа цифровой экономики, получим гораздо большие мощности и возможности, и тогда сможем работать с человеком персонально. И это же будет вызов к архитектуре. То есть персональная архитектура в широком смысле вернется и дойдет до каждого здания во взаимосвязи. Вот, наверное, такие ключевые тенденции, о которых я хотел сказать, но, наверное, дальше можем обсудить и к ним вернуться. Спасибо. Спасибо большое. Алексей. Добрый вечер. Я бы хотел начать вообще с совершенно другой стороны. Мы когда обсуждали эту сессию с Кириллом, мы решили, что как бы вот здесь на сцене будут сидеть люди, говорящие от имени образования. Мне кажется, это невероятно важная тема в том контексте, который нам задан. Сама вся технологическая революция, как мне кажется, вещь абсолютно перманентная, она происходит постоянно, поэтому как общий знаменатель мы это можем вычесть. Мы, конечно, как современные люди должны быть в курсе, должны понимать, что происходит, но из этого выводить профессию, мне кажется, было бы довольно странно, тем более профессия архитектора, градостроителя, урбаниста, она вполне сложившаяся. И, как мне представляется, важно обсудить, что, собственно, происходит. Как мне кажется, вообще, если мы будем говорить об образовании архитектора, градостроителя, урбаниста, именно как об образовании, то первое, что мне хочется сказать, что образование в принципе по своей постановке не обслуживает практику. А образование на то и есть образование, чтобы оно было неким таким фоном и как раз способным демпфировать все вот эти вот сложные возмущения, которые появляются в виде научно-технических революций и их каких-то выплесков. Для того, чтобы сейчас как бы всерьез на профессиональном уровне обсуждать какие-то вызовы, ну, например, глобальное потепление, изменение климата, например, и так далее, конечно, архитекторы и градостроители должны представлять себе, что это такое, и не на уровне прессы, а на уровне каком-то более серьезном, и понимать, что глобальные силы, они намного больше, чем силы человека, понимать, каким образом это может повлиять, через какой срок и так далее, и тому подобное. И это очень серьезно, это очень важный процесс, это крайне важно действительно понимать. Но так или иначе, это все образование. Вот без образования это не поймешь, и будет казаться, что это такой вот алармический сюжет, и завтра мир умрет, и это каждые 30 лет происходит. Сначала там клуб Медоуза, потом вот сейчас римский клуб. Сейчас это рассуждение о том, что мы сейчас все быстро затопимся. Может быть, так оно и произойдет, но точно не по вине человека, поскольку глобальные силы важнее и мощнее. Хотя это не значит, что нам не нужно сохранять свою собственную среду и не загрязнять ее. Но так или иначе, чтобы поместить вот такого рода вещи в некий контекст, необходимо получать какое-то образование. Или для того, чтобы не стать пропагандистами социоинженерных подходов, возможно, имеет смысл пройти курс литературоведения, или прочитать Достоевского «Бесов». Я считаю, что это лучшая книжка в урбанистике, которую каждый должен прочитать, чтобы потом не насиловать население собственного города разного рода бесовскими проектами. Это все образование. Это культура, это образование, это то, что абсолютно обязательно, и то, чего крайне не хватает современным профессионалам, архитектору, урбанисту и градостроителям. Но еще архитектору, может быть, хватает, поскольку все-таки история искусства и так далее, это погружает в некий контекст. А вот такому практику урбанисту этого точно не хватает, и это обязательно необходимо для того, чтобы справиться с вызовами научно-технической революции. Вторая история – это профессиональное обучение. Оно, конечно, совсем про другое. Это про какие-то уже конкретные практики. Это тоже очень важно. Кеплер, как известно, он был не только философом и астрономом, но он еще шлифовал линзы очень хорошо. И он был одним из лучших шлифовщиков линз. И это крайне важно и интересно. Но выводил свои законы движения планет из интерпретации священного писания. Поэтому в данном случае он совмещал в себе профессиональное качество шлифовальщика линз и наблюдателя, и одновременно философа-интерпретатора. И в этом смысле мне кажется, что, поскольку я все-таки какое-то отношение имел три года к урбанистическому образованию, мне кажется, что первый шаг в стыковке вот этого шлифовальщика линз с неким таким общим пониманием процесса сделал Александр Аркадьевич Высаковский, который создал эту концепцию урбанистики. И надо сказать, что, будучи последователем ее, я все равно в полной мере ей не удовлетворен, потому что, как мне кажется, сейчас она должна быть в совершенно другом качестве. Это в некотором смысле пока что винегрет. То есть каждый преподаватель со своей стороны, юрист, социолог, экономист, градостроитель, архитектор и так далее, они приходят и загружают в студента каждый свое. И, возможно, у них есть какой-то магический кристалл, который позволяет им понять, в чем, собственно, синтез этого подхода, но, в принципе, студент волен это сам каким-то образом преобразовывать. А вот этого синтетического подхода как бы и не существует. Вот у Паскаля два таких термина замечательных — эспри-жеометрии и эспри-финесс. Эспри-жеометрия — это как бы интеллект, формальное мышление, а эспри-финесс — это некий комплексный взгляд, такое общее видение. И, конечно, урбанистика, архитектура, градостроительство — это про второе. Хотя там про первое тоже очень много, но, тем не менее, про второе, про этот синтез — это страшно важно. И когда вот сейчас, например, появляются большие данные, какие-то технологические коммуникационные сети, они настолько сильны, это настолько мощные какие-то процессы, очень легко поддаться, уйти туда и стать как бы прилагательным к средству, которое на самом деле ничего вам не объясняет, оно просто средство. И чем больше я, например, занимаюсь этими большими данными, тем больше я понимаю, что от меня требуется гораздо больше как от урбаниста, а вовсе не от человека, который понимает в том, как устроены данные или в том, как устроены информационные технологии. Сейчас, как мне кажется, мы подошли к такому качеству, которое был замечательный друг у Мандельштама, Борис Сергеевич Кузин. Он был биолог и одновременно мемуарист, одновременно музыкант и так далее, такой универсальный человек. Он называл это мультимодацией, когда растет очень много новых форм и происходит некий хаос, который трудно описать. Я вот, если можно, зачитаю его цитату, которая мне очень нравится. Она ровно имеет отношение к урбанистике, к архитектуре и к тому, что сейчас происходит в этом смысле в профессиональном образовании. Накопление научных данных, это он пишет, научных фактов, может дать два противоположных результата. С одной стороны, оно помогает решению вопроса, которое в начальном периоде исследования затруднялось или было просто невозможно вследствие недостатка конкретного материала. Но, с другой стороны, при обилии фактов технически затрудняется их систематизация. Кроме того, сама эта систематизация требует в этом случае более изощренного и тонкого анализа, чем это было необходимо для приведения в порядок небольшого фактического материала. А плохо систематизированные факты не только не облегчают решение научной проблемы, но и затрудняют его. Первоначально простое представляется более сложным не только и не столько потому, что в изучаемом явлении открываются новые и неизвестные ранее стороны, но главным образом в силу того, что его пытаются рассматривать одновременно в разных аспектах. При этом смешение сбивает исследователя с пути к поставленной цели и даже может сделать ее просто невидимой. Тогда вместо утраченной первоначальной цели, простой и реальной, появляются не в единственном числе, а цели-фантомы. Возникают мнимые проблемы, выдвигаемые не самой природой, ставящей перед наукой ее законные задачи, а зарождающие самопроизвольно из искусственно созданного хаоса. Пример нашей дисциплины, я тут как бы сказал бы, что это скорее урбанистика, архитектура и градостроительство, в которой на протяжении последнего столетия накопилось огромное количество фактов и одновременно образовался страшный хаос, представлений, хаос такой, что в нем потерялась истинная цель этой дисциплины. Вот, собственно, это вот примерно то, в чем как бы находится уж как минимум урбанистика, к которой вот я имею отношение. И мне кажется, что одна вот эта дискуссия, которая сегодня происходит, это очень важный инструмент, потому что одной из проблем, и вот на фоне этой промышленной революции эта проблема невероятно важна, является немота. То есть профессиональная немота. Люди перестали писать вообще, научных публикаций практически не выходят, разговаривают, да, вот на семинарах, но какого-то такого дискурса практически не существует. И в результате получается так, что мы рассыпаемся, как профессия, уходим по пути на именничество сопротивления, каждый в свою какую-то ячейку, не собираемся, у нас нет этого исприфинез взгляда целиком, и технологическая революция нас в результате разрушает, а не дает нам важные инструменты, которыми мы можем пользоваться. Спасибо. Это происходит, она не дает инструменты, потому что что, она субъект, она не хочет, или потому что мы не можем как-то на это адекватно реагировать? Инструмент нас покоряет, мы становимся заложниками инструментов, мы становимся специалистами в области геоинформационных систем, новых материалов, еще чего-то. Но, тем не менее, от нас требуется совершенно другое, от нас требуется соединение этого и создание некого качества. Я еще бы хотел сказать, что, конечно, уровень концептуализации вот тех терминов и понятий, которые сейчас существуют в урбанистике и в архитектуре, например, городская среда, он просто нулевой. Ну, городская среда, все как-то, в искусстве это еще возможно, как-то так легко обращаться с понятиями, но в науке и в профессии, но его надо как-то концептуализировать, как-то из него сделать какое-то понятие профессиональное, которое бы работало. Но оно не работает. Над нами смеются социологи, говорят, вы вообще с ума сошли, что ли? Вы трепетесь, но вы не пишете каких-то нормальных вещей, которые бы нам были бы интересны. Нам самим интересна эта городская среда, что это такое. Мы сами его концептуализируем, и не нужны вы нам совершенно. И вот такого рода вещи, как бы очень больно слышать, но это чистая правда. То есть мы становимся заложником инструментария созданного научно-технической революцией, а профессия, на самом деле, у нас замечательная. Она как раз такая ренессансная, которая позволяет сохранить вот это единство. Спасибо большое. Никита. Вот марш, он принципиально новый, и как бы он для меня во всем случае. Вот вы, как новая архитектурная школа, связанная и с, так сказать, актуальной западной практикой, и будучи востребованной, как вот вы или ты можешь ответить на эти вопросы, или, извините за выражение, вызовы, которые ставит перед нами технологическая революция? Начну с того, что если вы в поисковик любой забьете слово архитектура, то первые 100 тысяч ссылок будут касаться архитектуры компьютерных сетей. Вот, это очевидный факт, много раз я это проверял. Вот, то есть архитектура вроде как отстает от цифрового мира и никак цифровой не становится, да, поскольку она, ну, очевидно, аналоговая по определению, в силу того, что связана с нашим телом, да, и она отстает не от того, что архитектор глупый или учится плохо, или, значит, программы не все освоил, да, в силу того, что тело наше отстает, дух наш, да, значит, сознание где-то уже там далеко в, значит, в компьютерных сетях и виртуальной реальности, вот, а тело осталось. Например, размеры ступеней или размер комнат, да, за последние 4 тысячи лет не сильно изменились, да, мы также ходим по лестницам, да, которые были построены в древности. Вот, и архитектура, честно говоря, на мой взгляд, не так сильно изменилась даже за последнее столетие, несмотря и на материалы, да, ну, вот с происшествием, допустим, бетона, металла и стекла, она, ну, почти, почти то же самое. Меняется, скорее, способ ее производства, да, ее проектирования. И вот здесь, по всей вероятности, есть область напряжения, да, которую мы сейчас обсуждаем, потому что эти способы как раз от тела, с которым связана архитектура, уходят все дальше и дальше. На мой взгляд, вот напряжение именно здесь. Если, ну, брать, вставить архитектуру в ряд других искусств, вероятнее всего, человек не перестанет петь просто потому, что у него есть голос, да, и не перестанет, значит, слова какие-то складывать, да, в истории, просто потому, что язык ему дан. А вот архитектура создается, конечно, не совсем так, да, она не вытекает логичным образом из функций нашего тела, из наших естественных, ну, каких-то проявлений. Надо ли горевать, потому что архитектура вроде бы как отстала и стала старопромышленным лобби? Не знаю, а может быть, надо сделать ровно обратное, то есть найти и усилить именно то, что не подвластно машине, да, не подвластно алгоритмам, да, и это вот как раз прямую касается образования. И мы видим, что, например, кинематограф не погубил театра, да, хотя считалось, что вот уже скоро все, да, и интернет не погубил печатную книгу, а наоборот, значит, да, вот на нон-фикшн не протолкнуться, и люди сумками оттуда несут книжки. Хотя 15 лет назад казалось, что, ну, вот, да, до свидания, книга, никто ничего не будет читать на бумаге. Вот, и сейчас немало разговоров идет вокруг разных, например, типов интеллекта человеческого, и один из важнейших, да, считается эмоциональный интеллект. Может оказаться, что здесь архитектура и архитектурное образование способны сказать свое слово, потому что знания, сведения, да, инструменты все быстрее меняются, а вот качество личности, навыки поведения, ценности остаются с нами независимо от жизненной траектории, да, и даже независимо от выбранной сферы деятельности. И согласно одному из расхожих определений эмоционального интеллекта, это способность распознавать эмоции, мотивацию, желания других людей, свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач. Вот, собственно, архитектура, она вся обращена к другому человеку. Мы для себя проектируем в редких случаях, да, чаще всего мы делаем это для кого-то другого. И, значит, понимание, чего этот человек хочет, что он чувствует, как раз это и есть та самая антропоцентричная, так сказать, профессия, да, которая, наверное, впишется в следующий большой тренд, да, после, значит, цифры. И не одни только логические способности, умение все учесть, проанализировать, запомнить. А тренировка эмоциональной сферы открывает путь к успеху. Вот, и не случайно принципы творческого подхода все больше проникают, например, в бизнес-образование, так называемое дизайн-мышление и другие популярные методики. Так вот, я рискну предположить, что эмоциональный интеллект – это наукообразный такой современный псевдоним искусства. Архитектура – это и есть искусство, которое решает практические задачи, буквально вот следуя этому самому определению. Вот, и та модель образования, которую мы в марш, ну, как-то внедряем, да, развиваем, она во многом основана как раз на воспитании эмоционального интеллекта. И именно здесь я вижу путь развития профессии в условиях всеобщей компьютеризации. А закончу я одним впечатлением, да, или историей. Пару лет назад коллеги показали мне, как действует программа, разрабатывающая по заданным параметрам планировки квартир или домов. Да, ну вот, если задать контур этой квартиры, количество комнат, пропорции, там, соотношение сторон комнаты, наличие окна, двери и так далее, то, значит, алгоритм может выдать десятки и десятки планировок как бы по заданным параметрам. И, видя, значит, это на экране, я подумал, что, ну, вот, как-то все, приехали, и мы уже будем не нужны через несколько лет. Но волнение несколько улеглось, когда я понял, что, на самом деле, алгоритм не в состоянии выбрать из этих вариантов, поскольку все они удовлетворяют граничным условиям. Для машины они все хороши, да, но среди них есть безумные, значит, бессмысленные, а есть вполне себе какие-то неплохие планировки. И я здесь вспомнил слова Бакминстера Фуллера, великого инженера, архитектора, визионера, бросившего вызов гравитации. Вот он говорил, что, работая над проектом, я никогда не думаю о красоте, только о решении проблемы. Но если полученное решение некрасиво, я знаю, что оно неверно. Вот как раз здесь эмоциональный интеллект подскажет верный выбор недоступной машине. И, вероятно, нашу древнюю профессию ждут перемены, да, из трех архитекторов двое станут BIM-менеджерами или создателями тех самых алгоритмов. Но третий, один из трех, наверное, все-таки будет заниматься созданием смыслов, обращаться к тому самому человеку, ради которого все это и строится, ставить задачу машине и оценивать результат, и который, опять же, можно оценить, эту задачу сформулировать, только понимая, что, собственно, человек ощущает в нашей архитектуре. Может быть, к городу это относится опосредованно, да, город не так связан с человеческим телом, вот, гораздо больше с технологиями, да, и с транспортом. Вот, но, может быть, об этом мы сегодня еще поговорим. Но именно здесь я вот вижу, ну, как бы, залог того, что архитектура, вероятнее всего, еще поживет. И архитектурное образование тоже. Спасибо. В общем, конечно, поживет. Вот вопрос, как, собственно, да. И тут можно сегодня не разделять, я думаю, на многие виды. Архитектуры, градостроительства, урбанистика и так далее. Это, в общем, упрощая, конечно, ради модели, ради разговора, можно сказать, что это все какие-то способы, инструменты организации пространства. И, конечно, они дорогие, как бы. И говорить о том, что архитектура – это искусство, да, можно, но только мы не сами. Вот нам Марка, наверное, об этом расскажет, что мы не сами за это платим. Это не может быть танковым искусством. Мы все равно становимся субъектом, на мой взгляд, когда мы соединяемся с кем-то, кто предлагает модель развития для чего-то, для территории, какие-то функции и так далее. Может быть, как учебный способ такой, ну, модельный, это годится. Вот. Но вот что с этим делать дальше? Глеб, вот вы что можете на эту тему сказать? Мне повезло продолжать. Так что я попробую формат, не затем дискуссии, но продолжение тезисов и Алексея Викторовича, и Никита Владимировича. Но сначала скажу несколько слов про выбор названия, да, и постановку проблемы, да, которые мы обсуждаем. Наверное, действительно, это выглядит немножко странно, технологическая революция и градостроительство. В первую очередь надо разобрать, что такое технологическая революция. Во-первых, есть ли революция. Уже звучало, что у нас постоянно идет смена технологических решений и модернизация подходов. Но, честно говоря, никакой особой революции я не наблюдаю. То есть у нас действительно появляются новые технологии. Есть новый софт, есть новая программа, которая позволяет по-другому принимать решения. Есть новые решения относительно городской инфраструктуры. Но если задуматься, то, наверное, они не сильно меняются саму профессиональную деятельность. Потому что вот появился, допустим, каршеринг, или в свое время появилось метро. Оно, безусловно, изменило подход к проектированию городов и изменило среду. Но в то же самое время создало новые шаблоны, новые стереотипы о том, что такое норма комфорта и норма качества городской среды. И мы видим, что теперь при проектировании городов мы везде стремимся разместить и метро, и каршеринг. То есть мы шаблонно действуем по отношению к тому объекту, с которым мы работаем. Соответственно, тут возникает, наверное, главный вопрос. Это критическое мышление. То есть кто способен задать вопрос относительно того, какая его цель, когда он, собственно, работает с пространством, когда он работает с объектом. Будь то это город или архитектурный объект. Наверное, ответ на вопрос, каким должен быть новый профессионал, старым. То есть требования к нему ровно такие же. Он должен быть способен критически осмыслять задачу, он должен критически осмыслять контекст, в котором он работает, он должен быть эрудирован для того, чтобы понимать, с чем и с кем он работает, с какими явлениями, какие условия должен учесть. И навыки у него, наверное, должны быть ровно такие же, а может быть даже в большей степени развитые в области коммуникации, то есть способности передать свою идею и объяснить свое решение. Для города, Никита уже говорил про поводу архитектуры, для города это чуть ли не еще более важно, потому что тут не столько тела, сколько множественные сценарии. Мы все живем в городе, мы все должны как-то договориться о том, какой из сценариев мы в итоге будем выбирать для того, чтобы его реализовывать. И реализовывается он множественно и одновременно. То есть это и права субъектов, которые реализовывают свои права на развитие городов и застройку, это и пользователи тех пространств, которые в итоге создаются. Ключевой вопрос — это как мы договариваемся о том, что в итоге будет положено на карту, что в итоге будет положено в конкретные документы и будет ли закреплено в итоге документом или станет только образом, который нас мотивирует размышлять об образе будущего. И это тоже своего рода инструмент спекуляции и влияние на принятие решений. Есть другое измерение, есть измерение управления. И когда мы говорим про профессию, то есть опять-таки традиционная профессия, традиционная профессия архитектора, градостроителя или городского планировщика, то есть человек, который в итоге участвует в планировочном управлении, в процессе принятия решений, в управлении общественными финансами, в управлении, по сути, различными сценариями, то есть публичными процессами. И в этом плане тогда можно сказать, что современный персонал — это, наверное, тот, который будет в том числе понимать то, что есть не только грань, не только измерение искусства, не только измерение, собственно, ремесленной самой профессии, любой, какой бы мы ни взяли, но еще и задача адресовать свои идеи, способность их выразить и в итоге договориться. Говоря с позиции образовательной, то есть мы имеем очень хорошую возможность сформулировать, кого мы учим и зачем мы учим, и чему мы учим. Это всегда самые сложные вопросы, потому что когда приходят студенты в университет, они хотят получить какую-то профессию. И какой должен быть баланс между тем, что мы передаем опыт вместе с его накопленными ошибками и стереотипами, и каким-то своего рода новаторством, с открытым взглядом и способностью заметить, есть ли революция или нет, или просто какие-то процессы, она очень важна. И проектируя новые образовательные программы, мы всегда задаемся вопросом, какие компетенции не хватают. И вопрос не в том, что не хватает технологических каких-то компетенций. Действительно, можно освоить новые программы, новые софт, можно стать ГИС-аналитиком. Важно знать, что эти возможности, эти инструменты существуют. Но за скобками останется самое главное — принятие решений. Кто принимает решение и как мы его в итоге вырабатываем, как ставим проблему, как поступаемся. И в этом плане навык, наверное, только один и самый главный — это критическое мышление и открытость тем проблем, которые вы изучаете. Вот это главное. Да, спасибо. Анаринэ. А вопрос? Вопрос? У меня есть к вам вопрос. Вот смотрите, получается, это некая все равно такая независимая деятельность, которую мы пытаемся кого-то научить. Ну, независимая, потому что от нее ничего не зависит. Ну, как независимый продюсер. Самый независимый. В том смысле, что ведь кто-то формулировать должен внешний какой-то посыл, набор задач, целей, тезисов. И он сам в нас, как бы в архитекторах, он не рождается. Мы действительно, когда вот так на пустом месте, это набор штампов, это шаблоны, шаблоны, ну, это взгляд внутрь себя, это позиция такая вот, ну, или, естественно, научная, тогда мы параметры какие-то привлекаем к себе на службу, или социокультурная, которая вот, ну, это по глазу чего, которая говорит, что нет, вот, это ценность, это нельзя брать в расчет, побойтесь Бога, руки прочь, ну, или наоборот, давайте все снесем и построим здесь. И мне кажется, что мы вот тиражируем эти старые шаблоны. То есть, вот мне кажется, что мы сейчас ничего не умеем делать, кроме того, как построить в чистом поле несколько микрорайонов, но уже производства нет, а мы вот только все равно. То есть раньше понятно, производство и микрорайон, производство и микрорайон. И есть какое-то место, которое мы сохраняем, объявляем музеем Суздаль. Все, город-музей. А сейчас все это в этих условиях, в которых никто ни за кого ничего не планирует, и государство не обязано, и оно всячески уходит из этой сферы. А если не уходит, то получается как-то странноватенько, непонятно. И весь вопрос о том, а где взять средства, чтобы этим потом еще и управлять. То есть мы планируем что? А у вас огромный опыт. То есть у вас опыт работы с историческим наследием, и опыт, связанный с воспитанием студентов и так далее. И вы как-то умудряетесь находить этот баланс, на мой взгляд. Вот вопрос в этом. В чем вы видите как бы смысл и главное, и как это вы умудряетесь все как-то синтезировать? Смысл я не то чтобы вижу, я его пытаюсь найти, как и все мы, я так понимаю. И да, вот эта вот растерянность, да, это я для себя это формулирую как испытание свободой. Потому что, ну еще тогда, когда Ян приручилась, не ставил подобный вопрос на повестке дня. Ты, как бы твоя судьба была практически предрешена. Ты шел куда-то по распределению, у тебя должен был быть наставник, ты внутри коллектива должен был расти, примерять на себя какие-то приемы эстетические. Но ты никогда не задумывался, и вообще не должен был тогда задумываться, нужно это делать или не нужно. За тебя уже все решили. Решило руководство группы, руководство института, государство, генеральный план, план пятилетний, партия, народ за все проголосовал. Все было решено и предрешено. И с одной стороны, это была такая уверенность в завтрашние дни и стабильность. С другой стороны, ну в общем, это все закончилось. И мы же все хотели, чтобы это закончилось. Разве нет? И на самом деле можно, с одной стороны, конечно же, говорить какими-то достаточно абстрактными представлениями, размышлениями. Но если приземлить эту ситуацию на нашу жизнь, то и попытаться увидеть эту ситуацию в каком-то ретроисторическом эволюционном взгляде, подходе, то мы поймем, что любые архитектурные, а мы сейчас все испытываем нехватку вот этого образа будущего, при том мы в материале, все хотим понять, а вот каков тренд, что будет модно, а мы будем завтра модными, а мы можем сами создать это модное. Вокруг этого же на самом деле мы все сегодня говорим, потому что что-то вот уже все это, вот что есть, уже надоело. Хочется чего-то еще, а где взять, непонятно. Так вот, всегда вот это новое происходило тогда, когда, во-первых, появлялся новый заказчик. Это было связано со сменой каких-то экономических форматов. Появлялись новые социальные конструкции, появлялись новые технологии. Вот эти три фактора всегда провоцировали какие-то революционные скачки, которые формализовывались и в архитектуре в том числе. Сегодня мы на самом деле переживаем подобные процессы. Я с большим любопытством наблюдаю за тем, что происходит. То, что у нас меняется социальная структура общества, да. Никто пока, правда, твердо не говорит, и, может быть, к счастью, куда она меняется. И, наверное, нам надо самим немножко внятнее на это, на все обращать внимание. По какому принципу сегодня структурировано общество? Да, мы можем сказать, что общество сегодня атомизируется, и нейронные, точнее, вот эти вот социальные связи, которые не привязаны к нашим пространствам, это наше сегодня. Да, возможно, так. Но мне кажется, что это еще предыстория. Мы уже не социализируемся не по профессиональному принципу, потому что, да, мы, конечно, собираемся, и вот мне сегодня очень приятно всех видеть здесь, в основном знакомые лица, и приятно пообщаться. Но нельзя сказать, что мы являемся какой-то серьезной социальной структурой. Даже союз архитекторов, я прошу прощения, таковым сообществом не является сегодня. Как структурируется наше общество? Каковы его запросы? Каковы его ожидания? А самое интересное, что происходит в нашей стране, это то, что мы эту страну себе еще обратно не присвоили. Как бы в XVII-м нас ее отобрали, а обратно на самом деле мы ее еще не взяли. Мы, жители, мы вот как бы, да, граждане этой страны, своей страной не владеем. Процесс возвращения частной собственности на землю, за этим идет структурирование городской ткани, за этим идет плотность расселения, за этим идет качество среды, за этим идет очень много процессов. Этот процесс еще движется, он еще формируется. Я могу сказать, что во многих регионах, я бываю просто еще в разных местах, для многих является это вообще откровением, что вообще-то надо как-то межеванием заняться и доделать его до какого-то, и что в этом есть какой-то смысл, и что их облик городов напрямую связан с размером порцеллы. Ну, вот эти процессы нужно еще осознать, проанализировать. И эти процессы все очень бурно развиваются, и за ними надо, с одной стороны, наблюдать, с другой стороны, не упускать это все из внимания, потому что, если мы опять же вернемся на вот эту меру свободы, которую мы пытаемся на себя примерить, то, конечно же, чем больше ты понимаешь и знаешь, тем, наверное, ты компетентнее, соответственно, свободнее, потому что ты можешь выстроить свою позицию, выстроить ее обоснованно, и ее каким-то образом преподнести, доказать, обосновать. Что касается технологического прогресса, то, ну, конечно же, он есть. Если мы посмотрим, глянемся лет на 15 назад, увидим все эти изменения, и скорость перемещения, и все это тоже влияет на качество жизни, и даже внедрение платных парковок катастрофически влияет на городскую среду и жизнеустройство. Это тоже мы должны понимать, тоже должны оценивать и отслеживать. Да, мы архитекторы, но для того, чтобы понять емкость паркинга в здании, которое тебе поручено спроектировать, к примеру, да, эти процессы мы тоже, ну, мы им должны владеть. То есть, конечно же, мультидисциплинарность, конечно же, технологические процессы влияют на изменение производства и влияют, в свою очередь, на зонирование наших городов. Это вообще очень важный, как мне кажется, тот же вопрос, который уже неоднократно поднимался. Это Афинская хартия и наши генеральные планы как инструмент территориального управления, который в себе несет принципы Афинской хартии. У нас города до сих пор имеют функциональное зонирование, которое по факту не работает. Это серьезный, тормозящий, издерживающий аспект, но на смену жесткому функциональному зонированию, которое по факту, ну, мы сейчас с вами, да, в промышленной зоне находимся, условно, бывшей, которое по факту не работает, должны прийти какие-то новые профессиональные инструменты территориального развития. Все они будут в результате влиять на принятие архитектурных решений и на создание тех самых, на порождение тех самых архитектурных форм, по которым мы ностальгируем или их как-то там предчувствуем. Как на это на все может реагировать образование? Ну, прежде всего, образование, как мне кажется, это не только студенты, это еще и педагог. И самое главное, это, наверное, сегодня прежде всего методика. Дело в том, что вообще система образования, по-моему, за всю историю человечества было две. Это, собственно, Платоновская академия и немецкая академическая школа, которую мы развиваем и которую мы наследовали. Но академическая школа предполагает, что учитель – это единственный и наиважнейший источник знаний. Сегодня об этом говорить уже просто смешно. Студент может получить информацию в сто раз больше по объему, чем иногда мы можем ему ее предоставить. Поэтому роль преподавателя, скорее, сегодня сводится к тому, чтобы быть модератором этой информации. прививать навыки структурирования и осмысления этой информации. Я для себя выявила такую формулу педагогической деятельности, скажем так, да, и пытаясь на этом построить методики. Я считаю, что основой, прежде всего, для работы и для общения, и для творческого общения, и для процесса развития каких-то навыков, является общая мировоззренческая платформа. Мировоззренческая платформа – единая система ценностей, или как бы общая система ценностей – это очень важный, мне кажется, основополагающий вопрос, над которым, наверное, всем нам надо серьезно говорить, поскольку мы можем, мы все время говорим о надстройках, мы не говорим о базисе, а в базисе лежит система ценностей и мировоззренческие аспекты. Когда мы договоримся об этом, нам будет немножко легче. Мировоззрение, в свою очередь, для того, чтобы оно сформировалось, мне представляется, что необходимо владеть, профессионально владеть миропониманием и мировосприятием. Архитектор мировосприятия отличается от мировосприятия обывателя, профессиональные деформации заставляют нас по-другому смотреть на мир. Про это тоже можно говорить и видеть этот мир именно профессионально. Миропонимание – это, естественно, багаж знаний, который необходим для обработки этого восприятия. Ну и заключительный, самый главный шаг – это интерпретирование. Вот методика интерпретирования каждый раз у каждого педагога может быть совершенно своя, авторская. И вот в конкуренции этих методик интерпретирования, мне кажется, может заключаться сегодня очень интересный разговор. Это разговор профессионально о том, какое может быть архитектурное образование. Ну, вот как-то так. Да, и мы, наверное, специально об этом будем говорить. Смотрите, что получается, что появление… то есть мы растеряны. Архитектор нового типа, получается, должен прийти вслед за, ну не знаю, в таком буквальном слове, в переводе, с английского – развивателя, девелопера нового типа. И вот кто он, этот девелопер? Какими качествами он должен обладать? Что это? Просто новая калька со старого? Или это, так сказать, ну, сломо говоря, сознание, которое в состоянии аккумулировать в себе понимание нового мира, себя на фоне этого глобального нового мира, в том числе новых технологий, и, так сказать, новых деятельностей, исследующих за ним новых функций, и как это должно, и по каким правилам отразиться на территории, и в пространстве. В этом смысле, вот, хотелось бы услышать мнение марка ваша. То, что, во-первых, вы и в образовании, и в проектировании, и в структуре, которую можно назвать девелопером. И вот совпадают ли эти качества и свойства? Есть ли там этот новый рывок? Смотрите, сложно себе представить такую дискуссию программистов. Во-первых, потому что не существует программистов, а существует очень много разных разработчиков, с очень узкой, разной специализацией. Или представьте себе такую конференцию медиков, которая обсуждает, зачем нужна медицина. Ну, то есть, скорее всего, мы увидим там каких-нибудь людей, которые занимаются конкретно онкологией какого-то одного дипа, и они будут между собой очень глубоко и тесно общаться. Вот, мне кажется, что первый момент – это то, что есть некое архитектурно, назовем так, градостроительное поле деятельности, то есть строительство зданий и домов вообще в мире. И это поле работы. Там работают маркетологи, социологи, политики, продажники, все кто угодно. А есть профессия, как человек с некими навыками, вот то, о чем, например, говорил Глеб, про критическое мышление. Вот я себя считаю архитектором, потому что я человек, которого научили критически мыслить, решать задачи, которые до меня никто не решал. Точнее говоря, до них я их не решал. Это самое важное. И пытаться или уметь сложные системы выстраивать в простую. Ну, то есть, если взять, например, загородный дом, одно из первых заданий на проектирование, это же на самом деле довольно сложная функциональная схема, ну, то есть, которую надо как-то пространственно сложить. Вот, наверное, это то, что умеет делать архитектор. И вот я долго сидел и медитировал на эти слова архитектор, урбанист, архитектура и градостроительство и понял, что архитектор — это человек наиболее близкий к бизнесмену. То есть, это человек, который должен взять, создать некий смысл и заставить людей вокруг себя его воплотить. А урбанист — это человек наиболее близкий по смыслу к политику. Человек, который должен понять, чего же хотят толпы, ну, в кавычках толпы, и как-то объединить их вокруг чего-то этого. И в этом плане, если мы хотим вернуться вот в саму какую-то суть профессии, которая там где-то, как мне кажется, на ценностном уровне находится, наша суть — это менять этот мир. То есть, в принципе, если мы все выключимся из процесса, мир хорошо будет жить. Дома будут строиться, города развиваться. Ну, в общем, архитектор — не очень нужное существо в мире. Менее 5% домов строится строится с участием архитектора. Если 95% домов можно построить без него, значит, мы не нужны. Значит, все, что мы должны делать, мы должны быть этим дистрактором, который движет мир куда-то сильно вперед. И кажется, это и есть наша роль. Значит, это мы должны делать. И абсолютно не обязательно мы должны делать в дизайне интерьеров или в дизайне зданий или еще где-то, связанном именно в строительстве. Мне кажется, что архитекторы как раз обладают навыками, которые очень бы пригодились в разработке космических кораблей. Неважно чего. Если у тебя есть это критическое мышление, возьми любую задачу, разбери ее. Мне приходилось в том же пике разбирать абсолютно неинтересные задачи с точки зрения архитектуры. Например, как согласовать договоры быстрее. Но оказывается, если это сделать в десятки раз быстрее в рамках одной компании, то строить начинают качественнее. И, казалось бы, чей-то хороший дизайн никогда не будет хорошо реализован, если плохо согласовать договоры. И в этом плане, мне кажется, что если технологическая революция, она эволюция, она постоянная. Нет технологической революции в строительстве. То есть мы строим теми же способами, как и 40 лет назад. Для меня это самая больная тема. Я считаю, что ни один из моих друзей и архитекторов, среди которых огромное количество суперталантливых людей, не изобрел нового языка. Не изобрел почему? Да потому что уже 40-70 лет мы играем в одной и той же песочнице. Там уже израсходовали этот инструментарий. То есть черный квадрат Малевича можно было один раз нарисовать. Сегодня уже как бы надо, ну как бы вряд ли можно что-то изобрести по-настоящему в изобретительном искусстве. Можно сделать красивую картину. Со смыслом, с каким-то глубоким. Но изобрести новый образ уже вряд ли получится. Пока не изобретут какую-то новую краску. Или не изобретут новый холст. Мне наиболее интересно, как архитектору, как раз найти вот этот новый метод строительства, который развяжет нам руки совсем по-другому. Но мне кажется, каждый архитектор, профессионал мог бы найти свою сферу. И неважно, это будет образование, это будет работа с данными и для развития городов и так далее. Вот то, о чем говорил Алексей, что сегодня как бы уже овладеть навыком как бы стало нормой. И теперь опять важно стать тем самым человеком с градостроительным урбанизмом, который эти данные щупает. Потому что компьютеры, все, мы овладели. Все, хайп технологический прошел, теперь нужны смыслы. И кажется, это то, чего мы умеем лучше многих делать. Ну, по крайней мере, нас это учили. Окей. Ольга, как вы? Готовы? Два слова. Это немножко такая легенда 90-х, что архитекторы, ну, такая гигантомания, нам кажется, что мы можем решать проблемы всего мира. И на самом деле наша профессия довольно узкая. И с 90-х появился этот образ архитектора, ну, великие умы, которые захотели пойти и в политику, и в какой-то свой взгляд на мир и на все окружающее, как бы сформулировать, поделиться. И нам теперь всем кажется, что мы тоже так можем. На самом деле, мне кажется, наша профессия, ну, она гораздо уже. И она гораздо... То есть в урбанистике мы не все урбанисты, мы не все... Мы можем делать довольно понятную вещь. Мы можем придавать форму окружению. В интерьерах, в форме домов, в форме городского пространства. Это наш навык. Когда, мне кажется, мы начинаем решать проблемы всего мира, и мы такое сообщество веселых непрофессионалов. Очень приятно об этом поговорить, но, наверное, не надо делать вид, что мы можем делать все. И решать вопросы управления, и решать вопросы политической системы свободные. Я призываю делать, может быть, одну вещь хорошо, чем решать проблемы всего мира не очень хорошо. Хорошо. Так, ну, Максим Вениамович, давайте. Я попробую отнестись к тому, что было сказано. Мелкое замечание. Давайте не дискутировать, как не будем дискутировать, о потеплении климата, антропогенном. Ну, его нет, оно естественное. Так, про технологическую революцию. Она есть. Мы сейчас и в начале находимся. Развитие не происходит равномерно, оно происходит скачкообразно. И в этом смысле мы сейчас в начале тоже скачка. Мне очень понравилась мысль Лене, просто немножко в другой терминологии. Почему следует разделить профессию архитектора и градостроителя? Потому что это разность антологий этих профессий. Антология – это, в общем, восприятие мира. Так вот, архитектора воспринимает мир образами, визуально, а градостроитель воспринимает мир текстом или цифрой. Поэтому так сложно архитектору с инженером, например, договориться. Вот синтез этого дела, переводчик, это и есть некий, ну, не знаю, как назвать его, да? Ну, условно назовем это градостроительный. Градостроители в чистом виде не готовят. И это, наверное, самое важное в том новом, которое должно привходить. И ведь архитектура, собственно, и градостроительство – это и есть производная от экономической модели. Реже от политических решений. Но они тоже предписываются политической моделью, экономической моделью. Петербург – это политическое решение, оно продиктовано было в общем экономическом соображении. Здесь градостроитель не придумывает города. Экономическая модель диктует ему, каким должен быть сегодня город. Сегодня он промышленный. Сегодня 20 тысяч человек в смен должны приехать в 9 утра, значит, нужно метро. Вот сегодня промышленность осталась, а люди ушли. Вот Уфа. Там метро уже не нужно. Оно было нужно там 20 лет назад. А сегодня нет, точно не требуется. Нет этого потока людей. Поток стал распределенный. И в этом смысле технологическая революция влияет на градостроительство. А сегодня все больше и больше людей работает на аутсорсинге. Это реальная жизнь. Я не мог себе представить 5 лет назад, что у меня раздел экономики будет делать человек из Барнаула, а какой-то еще раздел человек из Питера. Мы ни разу друг друга могли не видеть. Я сижу в Москве и все это собираю разделы. И нормально все собирается в кучку. Вот этот удаленный доступ внутри города, он, соответственно, меняет матрицу коммуникаций городских, соответственно, меняет и строительные подходы. Потому что сегодня более 50% населения Москвы не удаляются от своего дома более чем на полтора километра в среднем в сутки. А это означает, что эти полтора километра эта окружность вокруг его дома ему становится наиболее важной. Это среда его жизни. И это как бы о другом. И это заставило обратиться к архитектуре периферии, к спальникам, ой, что с ними сделать, давайте здесь построим офисы. Ну, как бы не совсем так. У нас ведь задачи по сравнению с другими странами совершенно иные. В Риме в год строятся от четырех до шести новых зданий. Там какой там генплан? Чем там нужен генплан? А мы вынуждены перестраивать структурные наши города, потому что все они унаследованы от второй промышленной революции, от догоняющей институризации милитаристского, так сказать, характера. Из слободского расселения мы должны их переструктурировать. Та модель закончилась, ее больше нет. Мы вынуждены их перестроить. И в этом смысле у нас нам довольно сложно копировать все с той же Европы. У них социалистического эксперимента на их счастье не было. Поэтому, воспринимая вызовы вот этих, то, что мы говорим сейчас технологической революции, извиняюсь за слово вызовы, мне кажется, нужно пытаться спроектировать и предложить заказчику, который сам сегодня еще не вполне понимает. Исходя из тех совокупности факторов, которые мы видим, какие получаются тренды, это тренды и из футурологии, и из социологии, и самое главное, конечно, из экономики, которые позволят нам сформулировать задачу, заказ на вот эти новые образы, а уже дальше дело архитекторов, это пространство вот в этом масштабе здания или комплекса зданий создавать. Спасибо. Ну и все равно мы за форму отвечаем, конечно. Вот. Хорошо. Тимур. Постараюсь именно по теме технологической революции и как максимально будет к нему. Значит, были опасения или рассказ про компьютеры, которые генеряют планировки, и типа там не так страшно, по генерению ничего страшно. На самом деле не это вызов, а вызов это будет следующее поколение, это когда нейронная сеть научится оценивать эти планировки, а это уже рядом. Не только создавать, а оценивать за нас. И это не делать уже не сложно. И уже программа нейронных сетей, ну, потрясающие уже успехи, и, ну, там, альфа-зера, которая там за один день обучается так, что она перегоняет процесс развития людей за тысячелетия. Ну, и это не все, потому что, на самом деле, выбор тоже несложный, и мы это умеем делать. Самый сложный выбор это прогноз изменения идеала. Это самое-самое сложное. Несложно выбрать на базе существующей парадигмы, существующей идеала. Самое сложное это предугадать, куда этот идеал пойдет. И вот тут вопрос, может ли машина быстро сделать этот скачок. Это вопрос, я не могу на него ответить, но, по крайней мере, пока я вижу именно в этом зазоре наш, ну, шансы, пока мы еще будем существовать. Значит, мы существуем, как архитекторы, узкая элита, не все проектировщики, не все разработчики, а именно очень узкая элита, которая не просто генетит планировки, не просто которая генетит города, не которая умеет выбирать, а которая знает, куда будет двигаться идеал. Вот. И, мне кажется, в этом смысле надо развивать очень правильный эмоциональный интеллект, потому что идеал это некая интегративная подвижка всего общества на основе его развития культурного, там, любого другого. И архитекторы, как многие художники, умеют это чувствовать, и лучшие, там, самые талантливые из нас делают это прекрасно. И в этом, мне кажется, наша миссия и наша задача. И последнее. Я очень долго-долго думал, раньше-дораньше думал, что это важно в области зданий, форм, образов, интерьеров, всего. А вот города, все-таки это пространственное развитие, все-таки это более объективная история, экономика. И вдруг я понял, что это тоже не так. Удивительным образом пространственное развитие, города, газетные схемы реализуются не всегда жестко на экономическом развитии. Очень важно, как люди оценивают эти решения. Нравится или не нравится. И вот один из моих выводов, таких для меня самого неожиданного, что и на вот эти, казалось бы, абсолютно объективные процессы очень сильно влияет идеал. И поэтому в этом тоже огромная наша роль именно в пространственном развитии, в градостроительстве уметь чувствовать, куда движется идеал, его предсказывать и создавать прекрасные города, которые будут нравиться всем. Спасибо. Вот я что хотел отметить, что Максим Вениаминович сказал о том, что нам надо еще не только условно говоря заказчика спроектировать, нам надо в нынешних рыночных условиях еще и потребителя спроектировать, и потом еще и себя, и всех их как-то образовать, чтобы они стали субъектом этой деятельности. Иначе у нас у нас и новых городов-то не в общем-то, и мало того, нам надо в этих условиях что-то с ними делать в принципе. Может быть, даже и они, но они сами уменьшают свое количество сейчас у нас. Причем я очень рад, что мы говорим то, что здесь происходит, потому что мы как-то очень радостно можем рассуждать о том, что там. у нас была отдельная дискуссия об экономике города и отличие от экономики в городе. Но, тем не менее, вот у нас есть еще один из руководителей высшей школы урбанистики Кирилл Пузанов, я хотел бы ему предоставить слово. И, собственно, один из интересов их это параметризация городов будущего. Но я предлагаю говорить о том, о чем вы сами хотите, не обязательно об этом. Пожалуйста. Мне очень зацепили слова Алексея Викторовича по поводу вот этого синтетического взгляда на город, синтетического взгляда на объект, с которым мы работаем и откуда он появляется, и что, на самом деле, он в известной мере потерян. И про то, что на программе это выглядит как винегрет. На самом деле, я полностью согласен с другой стороны, что хорошо поданный винегрет, он позволяет выйти на такую городскую эмпатию. То есть эмпатия, умение посмотреть на мир из окна другого человека, так же и здесь. Вот эта встреча будущего профессионала, будущего специалиста с абсолютно разными языками говорения о городе, она, на самом деле, откладывает некоторый отпечаток в последствии, который выражается вот в умении видеть город, не редуцировать город до собственной простоты, а дотягивать себя до той сложности, которая реализуется в городе. Это один из моментов. Второй момент, про который я тоже очень хотел сказать, это, да, действительно, в образовательной траектории, в частности, у нас довольно много материала, много, это и обучение через практику, это и довольно большие курсы, связанные с технологическими треками, связанные с научными, классическими треками, но один из очень важных моментов, который, мне кажется, мы на таком мета-уровне пытаемся дать нашим студентам, будущим профессионалам, это понимание ограничения собственных компетенций. То есть, для, очень много сегодня звучало, таких, как бы, героических ролей, что вот люди, меняющие мир, на самом деле, работа с городом, мне кажется, очень часто, это работа командная, и для формирования правильной команды нужно довольно четко понимать собственное ограничение, где я плох, но достаточно хорошо знать ту тему, в которой я плох, чтобы найти того человека, который может эти компетенции мне компенсировать. Соответственно, вот это понимание, четкое понимание своего места в системе принятия решений в городе, оно позволяет действовать намного эффективнее. Спасибо большое. Николай. Мне очень нравится это название технологическая революция и, а дальше, мне кажется, здесь две таких есть пары, и градостроительство, и профессия архитектор. По поводу и градостроительства, ну, все, вообще, мне сейчас кажется, что сейчас вот такой наступил достаточно драматический момент, когда вот этот второй закон диалектики, переход к качественных изменениям в количественные, он вот где-то, вот прямо, я чувствую, что он должен сыграть. И тут это две разных немножечко вещи, и так как мне очень понравилось, как Максим рассказал по поводу как бы технологической революции и градостроительства, я бы хотел вот о технологической революции и профессии архитектор, буквально два слова сказать. А для этого я бы, наверное, начал с того, что вот был такой замечательный человек в викторианской Англии, Уильям Моррис, который жил в эпоху развития, бурного развития промышленного производства, и будучи там, в общем, таким прогрессистом, человеком левых убеждений, там, приятельствовал с Марксом Энгельсом, и вроде как должен был бы это все приветствовать, но, тем не менее, испытал, как художник, историк и философ, испытал некоторый когнитивный диссонанс, поскольку понял, что развитие промышленного производства предметов потребления изгоняет из жизни человека искусство, как таковое. Одно дело, когда, значит, все это сделано руками, все это хендмейт, все это окружает человека, и вдруг все эти кастрюли печатаются, штампуются, и, в общем, здесь уже нет вот этой самой человеческой составляющей. И он придумал простую такую вещь, арт-эн-крафт, он собрал художников, и они начали рисовать эскизы, делать по ним обои, все это было страшно дорого, но он таким образом, в общем, создал то, что стало сегодня промышленным дизайном. И вот, мне кажется, вот этот вот удар тогдашний, он настиг сегодня нашу профессию. Просто сегодняшняя, так как мы все участники определенного производства и тоже производства предметов потребления, нас уже, как человеческий фактор, индустрия производства, она, в общем, мягко говоря, не может терпеть, поскольку мы становимся таким элементом непредсказуемости всякий художник, всякий творец. И для того, чтобы исключить этот элемент непредсказуемости, есть выход такой, причем это не только в архитектуре, это в культуре вообще, это вот продюсерская культура, когда там делается блокбастер, продюсер собирает, он знает, кого назначить режиссером, каких купить там актеров, все это он делает, поскольку он четко совершенно знает, сколько он заплатит и сколько он потом получит. И примерно так же должно работать любое производство. И поэтому архитектор уже там как личность, как человек, он, в общем, немножечко не нужен, нужна машина, нужен большой офис. Вот Заха ходит после своей смерти царствие невестное, спроектировал, по-моему, уже больше, чем при своей жизни. И, в общем, это как бы такой факт правильный. Но при этом, при всем, все-таки, вот маленькая какая-то роль у архитектора осталась, потому что, ну, потому что не было бы предапарте без, от кутюр. То есть все равно, ну, понятное дело, что когда речь идет о большом, дорогостоящем, серьезном объекте, тогда, конечно, будет Заха ходит, Норман Фостер, а там Цумтору, наверное, баню поручат все-таки, да, ну, не больше, ну, там, или как чудный объект у Сизы, часовня без внешних коммуникаций. И, в общем, это, наверное, норма жизни. Просто нужно в это, в это нужно войти, и нужно это, нужно это принять, и нужно, в общем, найти в этом во всем. Ну, это вот архитектор, да, это не градостроительство, потому что про градостроительство там совершенно другая коллизия, вообще-то. Вот, ну, спасибо, я, собственно, все. Да, спасибо большое. Михаил. Очень хорошо выступать в конце, потому что можно ничего не говорить. Ну, ты не представляешь, насколько это еще не конец. Все, что я планировал сказать, уже, на самом деле, прозвучало, и это замечательно. И там последнее уже, что я хотел как раз сказать, это про то, что вот было как раз сказано, что вот этот какой-то вечный миф, который нам все повторяли, что архитектор должен быть одновременно и экономистом, и конструктором, там, и так далее. В общем, мне сейчас кажется, что это действительно фигня, он должен быть архитектором, и он должен уметь обратиться к нужным людям. Мне вообще кажется, что наступает сейчас большое время, то есть время больших коллабораций, и междисциплинарных, и, что интересно, внутри дисциплинарных, потому что не надо всем уметь делать все. Можно в проекте выступать вдвоем, втроем, ну, как в бюро. И это как раз ведет к тому, что, может быть, каждый начнет уметь что-то одно, но хорошо. Но у меня возникает в связи с этим вопрос. А вопрос такой, я вот думаю, что мы сейчас как раз, вот этот разговор нас привел к тому, что мы рассуждаем о том, что архитектор, его поле деятельности сужается, а его, может быть, даже роль повышается. Но немножко в этой, как бы всей парадигме выпадают вот эти рядовые архитекторы, которые когда-то были нужны в очень больших количествах, а чем дальше развивается технологический процесс, они все меньше и меньше нужны. Как в итоге вот этот архитектор, архитектор с большой буквы, о которой мы говорим, вот как он выкреставлядится, потому что раньше все было понятно, на курсе учатся 300 человек, из них 250 будут работать в бюро, ну, в основном чертить. А кто-то станет известным архитектором, может быть, даже плохим, кстати, не обязательно хорошим, но известным. Вот. А вот тут, когда мы говорим, что на самом деле и чертить уже так не нужно, все это строится иначе, и действительно вот это очень много разных дисциплин, которые архитектору помогают, он становится вот этим вот определяющим какие-то качественные характеристики звеном. А как вот они, то есть это должны выпускать должны по 20 человек или по 5 человек. Вот, например, там факультет мультипликации в ГИТИСе, у него набор раз в 2 или в 3 года. Ну, не нужно много мультипликаторов. Архитекторов все равно очень много. И вот просто вот... Ну, как говорится, наследие? Оно? Это то самое? Вот возник, да, возник какой-то у меня такой сейчас вопрос, пока я все еще слушал. Я вот сейчас подумал, да, действительно, сколько же мы чертили, господи. Я же все, вот я через это все прошел. Виталий Эдуардович, давай, дорогой. Спасибо большое. Я все сижу с самого начала и не могу раззадориться, потому что меня вообще, честно говоря, эта тема не интересовала никогда. Мне кажется, надо идти к самому себе и не стремиться никуда вперед, и все будет хорошо. А обои, у меня есть обои этого Уильяма Морриса. Я знаю, что он, когда я их стал выпускать, в них был свинец, и люди начали помирать от этого. Вот я их купил, сплю хорошо пока, но только второй год это происходит. В целом, мне что кажется? Мне кажется, что вот для архитекторов, сейчас для нас, или для градостроителей, для урбанистов вообще плохое время. Это какой-то пересменок. Нам, архитекторам, нужно точно, чтобы была либо анархия, либо диктатура. Тогда они шикарно живут. При диктатуре, правда, надо быть дисциплинированным, но тогда ты что делаешь? Занимаешься искусством. Это превосходно. А в 90-е, например, у меня был друг Марат. Он жил как царь. Делали мы квартиры. Трехсотметровые с бассейнами, с саунами, с внутренними церквями домовыми. Всех деньги были. Сигары он курил. Ибрагим шофер был на копейке. И, в общем, я думаю сейчас, черт возьми, чем мы занимаемся? Какие лихие 90-е. Это же был шик вообще. Сколько мы теченам платили? Разве столько, сколько платим сейчас налогов? В десятки, ну не в десятки, но, наверное, раза в четыре меньше. Вот. Совершенно другая ситуация. Поэтому, честно говоря, я вот верю в кирпич, в фанерку, в дерево. Их хоть понятно, как утилизировать, а как дома пика утилизировать? Что будет с ними? Я не знаю. С теми домами, которые с 93-го года по технологиям этим новым строятся, с утеплением, что происходит? Через семь лет с этой ватой непонятно, что делать и вообще. Короче говоря, может быть, не надо вообще об этом разговаривать. Подождем. Не, кстати, вот мысль-то хорошая была. Понимаете, вроде бы и дизайн, и действительно, но ведь мы же не имеем дела с избыточного размера кастрюлей или каким-нибудь объектом дизайна. Он же ведь такого остался размера. Ну, пускай дороже, дешевле. Ну, там разные, так сказать, как вы говорите, от кутюр или от, так сказать, прет-а-порте. И вообще кэжуал какой-нибудь. Ну, они же не бывают. Вот, ими же никто такими не может пользоваться. А здесь можно, понимаете? Вот можно. Можно сделать очень много. И неважно, что будет потом. Я прошу прощения, что встреваю и прячу уже время. Есть еще одна очень важная вещь. Вот как раз то, о чем сейчас Виталий сказал. Мир переходит на производство временных вещей. Нам не нужны уже вещи долгоиграющие. Наша вещь должна сломаться через год. Автомобиль должен развалиться через два. Последний автомобиль, который ездил долг Defenders в 15-м году сняли с производства. Наши все фасады, они должны рухнуть. В них это заложено. Потому что реновация это вот такой апгрейд. Сейчас уже промышленность, она не может, она задохнется и это закон ее сохранения ее жизни. Она должна делать что-то, что завтра развалится, чтобы делать сначала и делать опять. Это, ну, это факт, действительно. Потому что все, все, что нас окружает, все носит заложенную в себе смерть. Любая вещь, любой предмет. Кроме почему-то мы думаем дома. Да нет же. И дом это тоже точно такой же предмет потребления. Хорошо. Дмитрий Наринский. Мне очень приятно после Николая выступать, потому что, собственно говоря, мне кажется, что он в своем первом выступлении подчеркнул самую основную развилку, на которую мы попали. Это технологическая революция и действительно либо мы говорим о том, как это влияет на города, и это одна тема, либо мы говорим о том, как это влияет на профессию архитектора, это другая тема. Как это не парадоксально. Я абсолютно согласен, что здесь две темы вынесены в заголовок. Говоря о технологической революции, я тоже считаю, что мы тут немножко тоже лукавим о том, что вот прям вот она вот нам наступает на пятки, потому что надо оценивать, как эта технологическая революция влияла на нас там в 90-е, я причем не про Копейку и там эти все замечательные интерьеры, да, а про то, что мы помним, какие были дискуссии, когда отменять или не отменять Ресфедер, да, на вступительных экзаменах в Мархи, это же была технологическая революция, это бомба технологическая была. Я прекрасно помню, как когда я поступал в Мархи, обсуждали разрешать или не разрешать рапитограф. Сколько просуществовал рапитограф? Да господи, он просуществовал там, я не знаю, 4-5 лет, ну максимум. Мы живем в бурно меняющемся мире и технологическая революция началась не сегодня, а несколько раньше. Мы живем в ней перманентно. И говоря о профессии архитектора и хочу вернуться к образованию, хочу подчеркнуть, что сегодня около экрана, скажем так, сидят представители тех, кто в общем-то создавал авторские школы. И в моем представлении ВШУ это в общем-то в целом авторское детище. Марш 100% авторское детище, очевидно, да? Я прекрасно помню, как все эти тоже дискуссии были в Мархи о том, может ли быть преподавание в Мархи отличаться от общего тренда Мархи, да? Когда ректор тогдашний, не будем говорить слух, все знают, о ком идет речь, сказал, что пока вы работаете в Мархи, вы будете учить по программе Мархи, и все, и точка. Я эту фразу прекрасно помню. И она и послужила отправной точкой создания новой школы. И я тоже думаю, что в общем-то авторская школа, поэтому как ни парадоксально мы оттолкнулись от универсального образования, которое всех выравнивало, в сторону индивидуализации образования. И вообще думаю, что технологическая революция по отношению к профессии архитектора должна возродить ценность индивидуума. Вот сегодня говорили о том, что он там может делать. Он должен все сочетать в себе. И это не чертежник, это не приложение к компьютеру, это не система передачи графической информации, это совершенно что-то другое. Это некий аналитик, который будет сводить вместе разные виды данных и делать обобщение из этого. Это не только вопрос выбора художественного, это плюс к художественному выбору и к принятию решения. Это некая аналитическая платформа, которая может просчитать то, что компьютер не может просчитать, то, что компьютер считает то, что закладывает программа. А если программу не учел какой-то фактор, не учтен в программе, то программа его и не посчитает. А архитектор должен быть как раз таким универсальным аналитиком, переводчиком с разных языков. И в этом смысле мне кажется, что перспектива технологическая заключается в том, что ценность персональная будет только повышаться. мы должны пережить период таких архитектурных цехов, когда проектные институты и в том числе я, кстати, был и видел, как выглядит проектный офис ПИК, когда там сидят как в цеху работники за компьютерами и расстояние от локтя до локтя наверное максимум метр, если не меньше. Как раз я думаю, что не в этом заключается судьба профессии, она заключается в другом, в ценности индивидуальной и правильно вот уже сейчас можно коммуницировать со всем миром, в этом нету проблемы, но при таком выборе рынка труда выбор будет в пользу индивидуума, ценности индивидуума, а не массового явления, которое просто умеет качественно чертить. И в этом смысле мне кажется и залог образовательного направления в том, чтобы растить индивидуумов. А про винегрет я теперь понял, что нужно добавить к винегрету. Главное, чтобы винегрет не превратился в шрапнель, потому что самое страшное, когда студент получит не винегрет, а шрапнель и будет травмирован этим объемом разнокалиберного разнокалиберной информации. Я все-таки считаю, что винегрет очень опасное блюдо. Главное, чтобы не превращался в шрапнель. Это очень индивидуально, конечно. Буквально два слова, Николай. Вот эти все дома, в которых мы здесь и на артплее, еще где-то, им очень много лет. И вот интересное свойство, что есть места, фрагменты городов или целые города, и здания в них, и улицы, и все такое. И вот они используются очень хорошо при любой формации, при любой то ли иной технологической или какой-то еще революции, в них все укладывается почему-то. А есть места, куда ничего не укладывается. Это вот наше наследие. Вот это вот то, о чем говорил Максим Неаминович. Вот хоть тресни. Хорошо, Андрей Владимирович. Я к теме целостности хотел снова к любимой теме обратиться. Вообще должен сказать, что архитектура это не профессия, конечно. Это тип сознания в не всяком самом-самбуре. Это тип поведения, образ жизни и так далее. Менее всего это профессия сегодня. По крайней мере, если говорить о ноге, называют себя архитекторами, но это вовсе не значит, что все мы одинаковы. Это тот тип, который сложился в том, что называется в европейской культуре, в континентальной культуре прежде всего. В Америке абсолютно другие архитекторы, совершенно другие. Это тип американского архитектора, это дизайнер, да. Я все время говорю, у них нет слова вообще, есть слово, архитектурал дизайн, есть индастрал дизайн и так далее, и так далее. Это разные виды, разные виды проектирования, это отнюдь не синтетическая профессия. Так вот, архитектор того типа, к которому мы привыкли и соответствующий той модели, которая в России сложилась, это архитектор такого совершенно особого типа. Человек-носитель очень такого синтетического, сложного, комплексного сознания. И это великая ценность. Это означает, что мы просто последние люди, наверное, в этом мире, которые встали представить себе этот мир достаточно каким-то полным и ясным. Вот это полное и ясное представление о мире вообще российскому сознанию не свойственно совсем. Вот если вы какого-нибудь там Лоси и Бердя его почитаете, одна из главных претензий, которые они предъявляли Трозанову, кому угодно, Иванову, Соловьеву, в том, что, несмотря на то, что это были блистательные люди, они сумели создать целостные системы. То есть русская философия, мысль русская не может выстроить какой-то целостности, в отличие от немцев, в отличие от тех же англосаксов и так далее. И дальше я подумал о том, что, в общем, это очень похоже на судьбу наших городов. Вот все наши города, они представляют собой такую совокупность каких-то клочков, фрагментов, начинали, не закончили. Знаете, как Гутнов покойно говорил, что, говорит, такое ощущение, что, говорит, мы или вчера пришли, или собираемся завтра уйти из наших городов. Вот это означает, что просто архитекторы здесь как-то действительно трудно приживаются. Архитекторы того типа, о котором я вам говорю. Другой тип архитектора это дизайн. Это тот тип, который агрессивен, который вполне возможно, в общем, на каких-то этапах и в каких-то ситуациях оказывается более полезным, более эффективным, более успешным и так далее. Это вовсе не значит, что он единственно возможен. Когда Коля говорит о том, что все идет к тому, что мы будем менять дома и так далее до каждый день, вы понимаете, тут же возникает ощущение, что этому явно противостоит. Прямо противоположное настроение. И вообще движение и развитие оно существует и жизнь собственно существует благодаря присутствию разнонаправленных вообще сил, разнонаправленных каких-то обстоятельств. и ровно столько же радости доставляет смена квартиры, смена машины и так далее, сколько обращений к каким-то вечным, незыблемым, стабильным, статичным, консервативным, старым, казалось бы, отжившим и так далее, и так далее предметам и вещам. И это очень мощное движение, это очень мощное и очень сильное. Я знаю массу людей, которые вообще живут даже двойной жизнью, которые где-то любят новую машину и в то же время обожают старые дома. Это есть некая норма, которая позволяет нам не потеряться и не утратить в этом мире какие-то ориентиры. Вообще архитектура абсолютно независима от психологических революций, от всего остального. Живет своей жизнью достаточно. Я все время говорю о том, что если бы не было социалистической революции, то башня Татлина была бы посвящена какого-нибудь там трехсотлетия дома Романовых и так далее, он все равно сделал бы это. Он сделал бы это вне всякого сомнения вне в общем этих внешних обстоятельств. А если говорить о градостроительстве, ну да, действительно, существует два города. Существует американский город, это город инфраструктурный прежде всего, и существует европейский город, город домов. И в общем, мне все-таки кажется, что город инфраструктурный, он должен все-таки ну как-то утвердить свои очевидные преимущества. И если где-то это равновесие может быть нарушено, то скорее всего здесь. Вообще, американский город, это город такого, было сказано, что 95% действительно строится без архитекторов, да, это самострой. Это такой организованный самострой на 90%, но это фантастически выстроенная инфраструктура. Это дома под землей, просто этот, улицы это дома, да, а все остальное, все это наполнение, оно может быть каким угодно. И я думаю, что вот это выравнивание, оно должно происходить этого градостроительства, чертово, оно должно, конечно, происходить. И вот это феноменальное отставание, в общем, инфраструктуры, инфраструктурного сознания, очень характерного, к сожалению для нас, оно должно быть преодолено, потому что, если этого не будет, то никакого движения, в общем, в общем быть не может. Это другой тип и поведения для архитектора, и несколько иные переживания, несколько иные ощущения, потому что это способность мыслить, повторяю, не домами, а пустотами, но чем-то, чем-то совершенно другим. Но я думаю, что это вполне, вполне все легко, легко осваивается. Я постарался ответить на то, что у вас здесь, здесь написано. Спасибо. Спасибо вам. Давайте буквально вот по одной минуте. Архитектор очень странная профессия, наверное, это тот человек, который обрадает вкусом, а те объекты, которые он делает, зачастую для людей, которых этим вкусом не обладают. В примере Хрущева, когда было построено огромное количество жилья, но они нужны были людям, люди нужны были хорошие планировки, в них не было никакой архитектуры, но они выполняли нужную в это время роль. Но при этом, когда мы смотрим фильмы, допустим, на это будущее, мы видим, когда город тот же самый, но меняются машины, материалы, по сути, остаются одними и теми же. Людям больше нравится жить в среде исторического города, если в разные времена пытались построить высотные объекты, потом их разрушали, опять приходили к этой более равномерной плотной застройке. Поэтому тут такая странная профессия. Естественно, что он должен обладать комплексом знаний, чтобы иметь возможность гармонизировать пространство, в котором он работает. И по большому счету обладание новыми знаниями, новыми программами, это просто все меняется. То есть сейчас человек будет архикадом, завтра будет гроссхопером, послезавтра, но от этого не сильно поменяется архитектура. Потому что, так или иначе, снипы еще не готовы, не готовы еще те же самые машины, эти роботы делать эту архитектуру. Так что пока что на самом деле не архитектурно отстает от средства производства всего этого. Вот все, наверное. Я, честно говоря, не очень понимаю сути вопроса. Так вот, все вроде объяснили, но здесь много написано очень слов, тезисов, понятий, но в принципе, наверное, если сузить, то это как быть в тренде, да, наверное? Так звучит тема. Предполагается очень много каких-то способов, чтобы не быть забытыми, да, вот это, не быть ретроградами, не казаться такими не очень современными. Какая разница-то, собственно, вообще, честно говоря? Ну, будешь ты забытый, или ретроград, или несовременный, или будешь являться, там, старопромышленной, частью старопромышленного лобби, как здесь написано, я не понимаю, ну, появились новые данные, удобный доступ к этих новым данным, ну, ты, значит, молодец, если ими пользуешься, и, наверное, молодец, если не пользуешься, какая разница, просто удобнее это делать, вот, и вообще, для меня совершенно очевидно, что суть архитектуры, это решение просто экономических задач, вот и все. Хорошо, есть сокультурные, но в любом случае, они все равно в итоге утыкаются в экономические задачи, ну, может быть, немножко еще политические задачи, вот, я во всем этом диалоге и среди всех высказавшихся, наверное, больше поддержу Марка, мне понравилось, что он сказал, и я, может быть, тоже идеалист и фантазер, но мне кажется, что очень странно, что мы, архитекторы, решаем только эти задачи экономические, мне это немножко жалко, а можем мы решать намного большие задачи, например, ну, тоже как бы это не банально и не смешно звучало, но меня действительно очень волнует вопрос экологии, вот, и мы можем решать эти задачи, к нам нету в России, в России запроса на решение задач, ну, совершенно понятным по очевидным причинам, но тем не менее, для меня также очевидно, что если мы вдруг с какого-то перепугу вдруг начнем решать эти экологические задачи, то мы явно станем передвигами в этом вопросе, потому что сейчас, сейчас от такого запроса фактически никого нету, но он формируется обществом и природной ситуацией, поэтому я, честно говоря, за какое-то разумное фантазерство и решение каких-то, может быть, глобальных геополитических задач. Вот я бы немножечко поменял это самое, зачем должен быть новый профессионал-архитектор, вот вопрос бы такой. Я хочу сказать, что несколько мне удивительно, что об архитектуре, ну, о градостроительстве еще понятно, говорят так много и с большим удовольствием экономисты. Я хочу сказать, что если я, как архитектор, начну говорить об экономике сегодня в стране с точки зрения технологической революции и, так сказать, сегодняшнего отставания, да, нашего, то это вообще как бы, ну, тема такая будет юмористическая, скорее чем, нежели чем, в общем, дискуссионная. Ну, а что касается, скажем, профессии архитектора, я задал очень интересно, вот Андрей Владимирович Гилл про Америку, есть такой Белоголовцев, очень известный критик, ездит по всему миру и пишет много, очень интересный человек. Я ему задал простой вопрос, ты знаешь, ты много ездишь, да, везде, и в Китае, и в Америке, везде, что сейчас вообще модно, да, что в тренде? Я сказал правильно, есть как бы общий мировой тренд, который делают везде, примерно одна и та же архитектура, которая, значит, на грани дизайна, аттракционы и так далее. Есть та замечательная антропосовская архитектура, о которой сказали очень много и Николай, и Дмитрий, и все наши, так сказать, работающие архитекторы, они сказали о том, что антропосовская архитектура, она нужна в плане человеку для самовосстановления, для восстановления его, так сказать, человеческой судьбы, его человеческой жизни и психики, И даже тело, о чем говорил Никита. То есть тело отстает, и хорошо, что оно отстает. Потому что если бы оно так же эффективно развивалось, как у нас компьютеры, там, рапидографы и прочие дела, то я бы думаю, что сейчас бы уже сидели бы многоголовые люди здесь, трехмногие, там, четверо и так далее. Поэтому все замечательно устроено в этом мире. Совершенно верно, существует равновесие, центробежное, центростремительное, так сказать, ускорение. И слава богу, что искусство вечно, да, вот со времен Шекспира, читаешь так же, там есть любовь, там какое-то дополнительное чувство не появилось. Я думаю, что 21 век будет веком идеализма, и он уже есть. Понимаете, я скажу такую интересную вещь, даже, может быть, страшную. Слава богу, что, вот смотрите, 21 век, да, уже 18 год. Не революции, слава богу, сильных, мировых, не войн, да, некоторые затишья. Не вот этих огромных войн, которые были в 16-м году прошлого века. Век материализма, в 41-й, там, и так далее. Не дай бог, чтобы это было. Я считаю, что, как бы, вообще идеалистическое направление во всем мире, оно побеждает. Архитектор вообще в априори идеалист, если он художник, если он думает, философ, там, поэт, не знаю, если он думает об искусстве, о самом восстановлении психики человека вообще. Поэтому антропосовское начало в нашей профессии никогда не погибнет. Вот то, о чем мы говорили, материалы там. Я считаю, что будущее архитектуры и профессии, оно связано, конечно, с технологиями, но точно так же, как в свое время боялись телевизора, да, что телевизор погубит этот мир. Сейчас телевизора нет, мир стоит. Так что нет смысла смотреть на профессию через призму экономики. Вот на экономику через призму архитектуры я бы посмотрел. Благодарю. Спасибо. Только кто у нас сегодня экономист здесь был? Да вот я думаю, что я как раз, так сказать, нагло и беспощадно, так сказать, слово, да. Ну, собственно, Юрий Геннадьевич, экономисты не говорят об архитектуре, экономисты говорят о градостроительстве. И, собственно, слово архитектор написано невыделенным жирным шрифтом, да, жирным шрифтом выделено слово градостроительство. А архитектор слово, потому что градостроительство – это часть архитектурной профессии. И поэтому, соответственно, естественно, мы говорим об архитекторе как главном строителе не только домов, но и города. И, собственно, в этом как бы есть главный наш, так сказать, запал сегодня. А с другой стороны, собственно, почему мы, так сказать, как вы говорите, экономисты, потому что речь в нашем, так сказать, сегодняшнем мероприятии, с моей точки зрения, должна была бы пойти о деятельности архитектора, о том, как он должен быть организован, потому что не зря много говорили как раз об этой форме кооперации архитектора. Потому что, понятно, советский архитектор работал в проектном институте, все было, так сказать, у него, так сказать, все понятно, определено, распределение там и так далее, да. А какая форма кооперации архитектора должна быть сегодня, и мы же не зря про нового девелопера там и прочее. Поэтому, естественно, экономисты и говорят про архитекторов именно с внешней такой позиции, как о деятельности, которая важна в градостроительстве, которая экономистам интересна. Вот. Ну и так, коротко, чисто я маленькие два замечания по тому, что услышал. Ну, во-первых, значит, сегодня тоже много звучало про 90-е годы, да, что типа 90-е годы. Я вот еще, когда ехал сюда, вспомнил о том, что вот Андрей Владимирович, ушедший, и Лев Паронович Купершмидт, который сидит чуть-чуть сзади от меня, мне очень много рассказывали историю о том, что как начинался Ельцин Борис Николаевич. Что в первые дни своего прихода к власти в городе Москве на пост секретаря московского горкома партии Борис Николаевич собрал молодых архитекторов города Москвы и, собственно, перед ними как-то выступил сам и провел с ними большой очень разговор, который, собственно, стал, так сказать, его стартом именно как градоначальника в городе. И он, собственно, и обращался к архитекторам с запросом, что вы архитекторы те, кто творит наше будущее, поэтому расскажите мне, как человеку, который, так сказать, приходит управлять этим городом, как мне быть там и так далее. И, соответственно, со стороны власти был запрос к архитекторам, власть видела архитектора как инноватора и, так сказать, визионера. Сегодня такого нет. И, собственно, если говорить о 90-х годах, то и в 90-е годы Борис Николаевич как раз-таки в первые годы своего президентства, уже в первые месяцы даже своего президентства не только у нас либерализовал цены, но и создал Российскую академию архитектуры и строительных наук. Да, и, собственно, что она представляет из себя сегодня, ну, я думаю, что многие из вас хорошо знают. Вот. С другой стороны, про историческую среду. То, что действительно хорошо работать с историческими зданиями, историческим городом там и так далее. Вот буквально несколько, там, две недели назад Григорий Сакчревзин у нас написал о том, что вот скоро будут популярны очень малые города Подмосковья, потому что близко там, ну и так далее. Но зато там есть историческая среда, в отличие от того, что мы видим советское наследие, хрущевки там и так далее. У нас, на самом деле, действительно очень мало этой исторической среды. И основная часть населения у нас действительно живет в советском наследии, да. И поэтому, собственно, вопрос о том, что в 21 веке должна появиться новая среда, потому что та среда уже все-таки, так сказать, развалится и амортизируется. И, соответственно, архитектор все равно получит этот вызов и должен будет как-то встать в визионерскую позицию и что-то предлагать. Вот. Поэтому, собственно, уповать на то, что историческая среда, это, собственно, довольно-таки наивно, потому что ее все равно слишком мало и на всех не хватит. Вот. Ну, собственно, все. Я как бы... Спасибо. На самом деле, я вот отношусь, наверное, к скептикам. То есть, я считаю, что опасаться ничего не надо и делать тоже ничего не надо специального. Вот. Мне тут еще подкинули несколько мыслей прежневыступавшие. Во-первых, вот, Никита, с тобой я хочу поспорить с тезисом, что архитектура никак не хочет становиться цифровой. Архитектура всегда была цифровой, потому что архитектура, проектирование, собственно, оно без вычислений невозможно просто. Вот. И со времен, там, пирамид, не знаю, со времен первых каких-то сооружений, когда, там, поставили две стойки и на них положили балку, архитектура была цифровой. Не важно, что вычисления проводились, там, на глиняной табличке, а сейчас они проводятся на всяком более сложном оборудовании. Вот. Что касается технологических революций, то я согласен, что они, что эти изменения происходят не плавно, а какими-то скачками, иногда резкими, иногда более плавными. Но, послушайте, даже, собственно, 3D-технологии тоже очень древние. Собственно, проектирование в 3D существовало раньше, чем проектирование в 2D, потому что, ну, там, в 15 веке в качестве проекта представляли макет здания. Ну, а еще раньше, там, вот, кроме макета могло ничего и не быть, и по нему, собственно, и строили. Сейчас мы точно такой же макет получаем в виде цифровой модели и в нем работаем. Ну, это, собственно, наверное, иллюстрирует тот же самый тезис о том, что все меняется. От одного уходим, к другому приходим, потом обратно. Такой волновой процесс. Я считаю, что ничего не изменится, потому что всегда все меняется. Мы незаметно для себя меняемся вместе с миром. Ну, и все. То есть каждое новое поколение работает чуть-чуть по-другому, но в целом соотношение, в принципе, мироустройства и всего остального и профессии архитектора, ну, вот оно примерно одинаковое всегда. Вот эта пропорция, как бы, где там в числителе архитектора, в знаменателе мир или наоборот, как вам будет удобно. Коллеги, есть возможность буквально сказать, там, одно, по одной минуте, подвести некое резюме сегодняшнему событию нашему? Ну, я хотел отреагировать на реплику Марка. Это действительно истинная правда, что, значит, 5% зданий, да, я думаю, и того меньше строится с участием архитектора. А вместе с тем, примерно в 500 метрах от нас есть, например, садовое кольцо, на котором 100% зданий построено с участием архитектора. И что удивительно, именно такие места оказываются наиболее ценными, в том числе и с, как сказать, финансовой точки зрения. Почему-то все там хотят жить, почему-то там, значит, самые высокие цены, все там хотят построить, да, а, например, в, значит, промзоне в, там, Дегунино или в Бирюлево, где ни одно здание не построено архитектором, вот, почему-то можно рассматривать то, как площадку для того, чтобы каким-то архитекторам отдать, чтобы они там что-то построили, вот. А, значит, в том виде, в каком романе есть сейчас, она совершенно не ценна. Вот, так что здесь действительно есть тоже неравномерность некоторая, которую стоит учитывать. Вот, а так средняя температура по больнице, несомненно, такова. Ну, я, во-первых, хотел бы горячо поддержать Виталия в том, что Уильям Моррис абсолютная сволочь, конечно, потому что он, помимо того, что травил свинцом обои, он жену свою собственную травил, как известно, да. Во-вторых, я вот не архитектор, но я вас не боюсь, да. Ну, по многим причинам, во-первых, я живу в семье архитекторов в большом количестве окружающих меня, во-вторых, потому что я искренне считаю, что архитектура – это одна из лучших профессий вообще, абсолютно искренне, несмотря на то, что я как бы урбанист, urban studies и так далее. Тем не менее, мне кажется, что это действительно важнейшее и ремесло, и профессия, через которую можно смотреть и урбанистическим взглядом, и градостроительным и так далее. И мне кажется, вопрос о ее разрушении вообще не то, что не стоит, а это было бы абсолютным просто преступлением, такую замечательную профессию каким-то образом подвергать сомнению в связи с научно-технической революцией. Действительно, пространство меняется, и вот Максим об этом прекрасно говорил, что я вот, например, только что приехал сюда от заказчика, которая большая складская компания, которая строит склады по всему миру. Он мне сказал, что оказывается, складское вот это пространство в городах, оно мало того, что растет темпами совершенно необычными, то есть из-за интернет-торговли, потому что на один товар в интернет-торговле нужно в три раза больше площади на складах, чем на обычный, потому что люди возвращают товар, там какая-то сложная логистика и так далее, они еще рассыпаются из больших складов в мелкие по всему городу, и это будет нашим как бы неким, возможно, новым кошмаром, потому что они одновременно и логистика, и склады, и магазины, и так далее. То есть это как бы некая новая история, и, конечно, все это меняется, и, конечно, технологии оказывают колоссальное воздействие на это пространство, и это тот самый интересный мир, который нам предстоит осмыслить. Вот прекрасный, по-моему, пример у Николая по поводу вот этого временного. Я бы даже, может быть, немножко по-другому сказал. Мне кажется, что спрос не столько на временное, которое разрушается через год, а спрос на секонд-хенд, которое разбирается и потом снова. И снова, и снова, и снова, и в этом случае получается, что это как раз нечто долгосрочное, но дом становится оборудованием. И в этом тоже некоторое, да, какой-то вызов, который нужно принять, и как-то это переосмыслить. Вот, так что, мне кажется, тема поставлена прекрасно. Архитектура, профессия лучшая в мире. И, мне кажется, вот на этом я должен закончить. Есть возможность поговорить про образование еще раз. Многое меняется. Меняется, в первую очередь, и сам образовательный процесс. Про это сегодня тоже говорили коллеги довольно много. Действительно, нет больше потребностей в том, чтобы готовить профильных специалистов. Собственно, это понимает сейчас уже в том числе Минобор, сокращая контрольные цифры приема. И будет меняться она еще больше, становится еще более индивидуальным. Я хотел бы поддержать и Т.С. Михаила, и Дмитрия Михайловича, и, на самом деле, вернуться к Т.С. Нарине и Алексею Викторовичу. Про то, что школа действительно авторская. И многие другие школы тоже меняют стратегии обучения. Потому что невозможно создать универсального специалиста, который будет обладать познаниями во всех областях. То есть он действительно будет формировать, по сути, сам себя, набирая разные навыки, приобретая определенную оптику. Но что остается неизменным, это то, о чем говорил в самом начале. Это способность обсуждать, это способность критически осмыслять те изменения, которые происходят, на них реагировать. И понимать, и уметь ставить задачу, уметь отвечать на задачу, и искать для нее, действительно интерпретировать, находить под нее свой инструментарий, создавать этот инструментарий. То есть задача образования в будущем развивать креативность, способность творить. И в этом плане то, что было всегда свойственно профессии архитектора, сейчас очень применимо и в бизнесе, и в образовании, и в экономическом. Это возможность комбинировать, тиражировать и чувствовать контекст. Спасибо. Действительно. Во-первых, мне понравилось, что все высказывания были очень разные. Мне нравится, что тема мультидисциплинарным образом сформулирована. Образование, архитектура, технологический прогресс, что делает дискуссию, наверное, более многогранной и более интересной. И то, что здесь есть не только архитекторы, мне кажется, это тоже ценно. Мы должны, наверное, более открыто сегодня просто смотреть на какие-то процессы. И каким бы ни был архитектор, мне кажется, он просто обязан иметь полноту понимания мира, что ли. Вот видеть мир, воспринимать его в максимально широкой полноте. Может быть, тогда этого понимания ему будет достаточно для вдохновения. И вовсе не обязательно для этого он должен создавать города и мыслить городами. Может быть, он в этой полноте понимания сумеет вычленить что-то для создания какой-то очень небольшой и очень нужной вещи. Но стремиться к этому полному приятию и пониманию, мне кажется, нужно. Вот, собственно, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо большое. Я, так сказать, не могу не отреагировать на то, что мы как раз начали с того, что необходимо или как бы нужно, и мы сами это пытаемся. То есть все дисперсно, наши дискуссии и наше поведение в профессии разъято, как-то распались. А вот сегодня, мне кажется, и вообще на такого рода событиях мы восстанавливаем или развиваем, институализируем нашу профессиональную риторику. И, конечно, ее междисциплинарность в нынешних условиях и такая многофункциональность необходимы условия для того, чтобы быть просто, даже не выжить там и так далее. Спасибо вам большое, что все вы откликнулись на наше приглашение. И мы надеемся, что мы продолжим. Но уже, наверное, в следующем году. Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...